Веган Христолюб Мясо и трупы убитых животных Конечно же, прежде чем смотреть это видео Я рекомендую посмотреть мое Вот предыдущее видео Ибо Павел не разделял Различия в пище Это я разбирал место на Римлянам 14 главу Они очень взаимосвязаны Там я тоже много чего сказал Я к нему сегодня тоже буду Немножко обращаться, коротко Как и там, наоборот, обращался К этому месту и с Каринфином Но сегодня мы в основном разбираем Каринфином, обращаясь Лишь изредка К посланию к Римлян Ну, так как они практически В них сказано одно и то же Только, как я там говорил, о разных козырях Сегодня, можно сказать, еще один Козырек якобы Добавляется не веганам Убийцам-труппажорам Они думают, что это послание И стихи, вырванные из этого послания Можно предъявлять Веганам А тем веганам вообще нельзя Библии тыкать Если они не христиане А если они христиане То вы, тыкая этими местами Списания, сами себе обличаете Сами себе уголья на голову собираете Как минимум по одной причине Что оно обращено не Как раз не к тому, чтобы веган Стал трупятину сжрать А наоборот, чтобы Труппажор Хотя бы ради вегана Перестал употреблять Трупы убитых животных Ну, об этом мы с вами В этом видео и узнаем Оно, в принципе Место это чуть еще короче Чем мы в прошлый раз говорили Я сегодня уже не буду Это видео раздувать Говорением опять Рассказами о контекстах Все об этом я нередко говорю И, как я вам сказал В предыдущем видео На подобное место В послании к римлянам Я уже все сказал Может быть кратко Когда я сейчас общие итоги Буду опять подводить Скажу, да Давайте сначала все я прочитаю Для вас Вы послушаете Потом я это скажу Это первое послание к арифнам Восьмая глава С первого стиха Читаем до законченного места Об идоложертвенных яствах Мы знаем Потому что Мы все имеем знания Но знания надмевают А любовь назидает Кто думает Что он знает что-нибудь Тот еще ничего не знает Так, как должен знать Но кто любит Бога Тому дано знание от него Итак Об употреблении в пищу Идола жертвенного Мы знаем Что идол в мире ничто И что нет иного Бога Кроме единого Ибо хотя и есть Так называемые Боги Или на небе Или на земле Так как есть много богов И господ много Но у нас один Бог-Отец Из которого все И мы для него И он один Господь Иисус Христос Которым все И мы им Ну Павел закручивает всегда Это его конек Он такие предложения заворачивает Что Конечно не хочется здесь Такими словами выражаться Что черт ногу сломит Но это Такого Такого в стиле Речь апостола Павла Но не у всех Такое знание Некоторые и до ныне С совестью Признающие идолов Едят Идолы жертвенные Как жертвы Идольские И совесть их Будучи немощна Оскверняется Во-первых По поводу Идола жертвенного Знаете Трупажор Опять кидается Как я уже сказал Если вы конечно В здравом уме Называете себя христианами Но если вы в жизни Столкнетесь с веганом Тыкать ему Местами из писания Нет никакого смысла Для него Библия Не авторитеты Слава Богу Хорошо Господа Для каждого Христианина Не была авторитетом А была лишь полем Где Растут плевел И пшеницы Из которых Выбирая пшеницу Он ее складывает В сокровищницу Сердца своего А все плевел Сжигает Выбрасывая вон Сжигает вне Своего сердца Огнем неугасимым Но Даже если вы встретите Вдруг вам Посчастливится На своем пути Вегана-христианина То Прежде чем кидаться Этими стихами Во-первых Мы с вами видим Что Вот допустим Мы читаем пока досюда Да Ну идоложертвенная В разных временах Во все времена Даже так скажем В разные времена Всех времен И в разных народов В жертву идолам Приносили Начиная с маленького Это наоборот Всякие там Овощи Ну то есть Продукты растительного мира Да А заканчивали Не то что там Жертвами Животных А и человеческими Жертвами Да Это очень важно Тоже понимать Вот может быть Павел не гнушался И там Человеческим Человеческим Местцом Ну о чем Вот тут речь Кто скажет Кто скажет Ой ну что ты Вот на Павла Несешь Как он мог Павел то не Говорит здесь даже Во первых Он пишет послание К кому К Каринской церкви К церкви Состоящую Конечно Из уйдеев У верующих Во Христа И уже На большую часть Возможно Даже нам конечно Это все сейчас Уже неизвестно Но скорее всего Даже на большую часть И с Каринфом Потому что в самом Послании Он не раз там Мы же с вами Всего лишь кусочек Выдираем Я вам рассказываю Обычно Такие общие Большие контексты Он сам говорил Что и сам жаловался Что иудеям Что так как Вы не принимаете Истину Божию Иду к язычникам И город Каринф Да Ничем не выделялся В этом плане Его точно так же Там гнали Не принимали Свои же иудеи В синагогу Когда он им Свидетельствовал О Христе Об истине И он проповедовал Везде Повсюду На площадях В домах Куда он приходил Да Вот И поэтому О каких здесь И о ком идет речь Речь идет о язычников А язычники Ничем не гнушались Вот как вы думаете О чем Павел Ведет речь О каких мясах Может быть О мясах человеческих Это практиковалось Во все времена И все народы Вы скажете Ой да в Каринфе В те времена Этого уже не было На каком основании Вы это говорите Не на каком Там на какие-то Древние бумажки Тоже может сослаться Исторически Им никакого Доверия нет Мало ли Кто что написал Переписал И когда нас Отдошло Ну и вот Любимые слова Цитаты Фразы Которые выдирают И я вам сегодня Как я обещаю Покажу Что выдирание Не то что там Из предложения Да Вернее не то что там Вообще и как я говорю Из контекста истины Нельзя ничего выдирать А истина Я всегда об этом Не устаю говорить Потому что истина Простая и понятная И очень коротка Истина в том Что Бог есть Он есть Что вечная жизнь Вечность Он есть жизнь В нем нет смерти Ничего в жизни Не имеет конца Все бесконечно Он есть свобода Избирать между добром И злом Ну по плоти конечно Хотя временно Мы в оковах Но по духу Уж мы остаемся Всегда свободно Избирать между добром И злом Избирать добро А что такое добро Это любовь А любовь это что такое Не поступать Ни в коем случае Никому не делать Того чего ты себе Не желаешь И поступать с другим Так как ты хочешь То есть наоборот Да Никому ничего не делать Злого Но делать наоборот Всем добро Которое ты хочешь Чтоб делали тебе Вот и вся истина. Вы заметите, я не устаю и очень легко ее повторяю в каждом видео. В каждом видео я стараюсь благовествовать Евангелие в полноте. Да, оно не сразу до всех доходит, но такова простота истины. К сожалению, или уж к счастью, сами судите. Ну, к счастью, на самом деле, да? Вот. И здесь то же самое. Вырывать не то, что там в контексте истины, не то, что в контексте всей Библии, не то, что в контексте там Нового Завета, не то, что из контекста там учения апостола Павла, потому что он не в одном послании. Не то, что из контекста послания конкретного, хотя к Коринфянам было даже два послания. И не то, что из одного, и не то, что из главы, и не то, что вообще доходит до того, что просто предложения режут на кусочки. Ну, по сути, их когда-то люди и поделили на главы и стихи, но это же не дает повод того, что ты можешь просто цитировать стих, вырываясь из контекста и говорить, что вот здесь сказано об этом. И когда цитируют, ну, таким, как я, по крайней мере, религиозники, так как я сам христианин, плюются вот этими вот стихами, кидаются, думают, что у них козырь есть в руках. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Вот он, самый важный стих, один из которых, вот, ну, и самый первый, вот первый, восьмой стих. Мы с вами из Римлянам, кто уже посмотрел это видео, кто нет, рекомендую еще раз посмотреть. Там было три козыря. Первое, которое еще у нас повторится, мы будем в следующем видео Тимофея, я буду читать послание апостола Павла к Тимофею. Там будет подобное. Первое, то, что я ем с благодарностью, а тогда можно всех на свете убивать. Ну, а что вы убейте с благодарением, съешьте и трупятину человеческую, какая разница. Ибо все создание Божье чисто, да, и ничего нет нечистого у Бога. Ну, ладно, это мы там поговорим еще про благодарение к Тимофею, там просто это особо выделено. Первое, благодарение. Второе, что там было, что ешь, не ешь ты овощи или мясо, не осуждай главное друг друга. Ну, и третье, какая там у нас мысль-то, я уже забываю. Царство Божие не в пище и питье, а в праведности, в мире и в радости. Да, ну, то есть, не важно. Пище, питье, это не важно, что я убиваю животных, пожирных труб, тем самым проявляя нелюбовь. Праведность моя главная в чем угодно, в другом, да, в исполнении каких-нибудь обрядов, культов. Вот, ну, и вот тут добавляется, в принципе, по сути, ну, очень похожее, да. Если убрать об одолжерственных яствах, мы знаем, что очень любят, опять урвут, вот даже не первый стих, а сразу с четвертого. И употребление в пищу идоложертвенный, мы знаем, что идол в мире ничто, и ничто, и нет иного, кроме Бога, да. То есть, ешь ты, не ешь, идол в мире ничто, да. И все, и все хорошо, и можно все, и кучу. Ну, и по сути, здесь идет дальше расшифровка, в восьмом стихе. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы не приобретаем, не едим ли мы ничего не теряем. Ну, во-первых, я говорю, мы дочитаем и узнаем, что это ни в коем случае опять не козырь у христиан, так называемых, у религиозников, в то, чтобы плеваться этими стихами вегана-христианина. Но даже об этом я хочу поговорить. Во-первых, Павел говорит о том, о чем я обличаю так называемых христиан, по сути, псевдо-христиан, католиков, православных, протестантов. О том, что здесь Павел, хоть и говорит, конечно, тоже о другом, но точно так же надо читать, во что превратили эти религиозники так называемое тело и кровь Христово причастие. Точно такой же идол, который считают, и они не смогут с этим спорить, что когда они кушают булочку, обмоканную вино, что они якобы этим обоживаются и становятся ближе к Богу. Они, конечно, могут пытаться спорить, но я сам практиковал православие, служил в храме, да, я прекрасно знаю всю службу, прекрасно знаю всю и теорию, и практику, поэтому вы можете там с кем-то другим поспорить, я прекрасно знаю и богословие, да, ортодоксальное, и протестантское. У протестантов чуть полегче, они от этого немножко отвалились, но их в ту же самую трясину, болото и блевотину затягивают, да, потому что как-то надо адептов держать, а это очень хороший крючок. Вот, у них вроде там помягче все, они вроде чуть поближе к истине и потворят это воспоминание, но это они творят пока до тех пор, пока ты с крючка соскочить не захотел, там тебе сразу расскажут, что кто этого не делает, да, тот нарушает заповедь, так что ты будь любезен, торчи. Ты в секте, плати десятинку, да, соблюдай все дебильные религиозные обряды, ну и прочее, 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 затаскивай новых адептов, и все по кругу, да, очередная десятинка, и пошло-поехало. Ну а у, конечно, только в православных, там вообще чистые наследники иудаизма, прямые преемники, прямо преемники, вот, поэтому у них все здесь то же самое. И к ним это как раз, я всегда их даже этим стихами, я не скрываю, что Павел, конечно, здесь не о причастии говорит так называемую телу и крови Христова, но в то, что превратили сейчас современные религиозники, это именно теперь эти стихи можно к вам читать. Все то же самое, да, что вы превратили, это выдал. Вы считаете, что можно грешить, да, да, или даже ведя святую жизнь. Тогда если ты ведешь святую жизнь, пребывающий в любви уже пребывает в Боге, он не имеет ни в чем нужды, ни в каких внешних этих булочках. А если вы живете грешно, то царство Божие грешники не наследует, да, и ничто нечисто не соединится с Богом, ибо он чист. Вот и все. Поэтому здесь Павел прежде всего пытается тем же самым язычникам, которые якобы уверовали во Христа, прежде всего рассказать о том, что действительно идоложертвенное, и это могло быть необязательно мясо. Как мы видим, здесь это пока слово даже не употреблено. Здесь речь идет о пище. Вот. И люди действительно точно так же, как вот сейчас псевдо-христиане, когда Иисус ягненка заменил на хлеб, да, из хлеба сделали точно такой же идол, точно такой же идол, точно такой же идол у них святая водичка. Тот же такой же идол, у них все эти куличи на Пасху, точно такой же, и яйца, да, точно такой же идол, все там эти яблочные спасы, медовые спасы, когда они там натаскивают полное капище этого, все это якобы этой же самой святой водичкой кропят, службу служат, и все это становится супер святым яблочком, супер святым медом, можно и продать подороже, ну или кушать, якобы тоже прям как лампочка сияешь. Это, конечно же, все бред. И вот если бы ортодоксы, православные католики, псевдо-христиане читали бы вот это, применяя к себе, ну, может быть, мозги бы встали на место, да, они поняли, что с Богом соединяется только святой человек, потому что Бог свят, а святость – это доброта, а доброта – это любовь, а любовь не причиняет ближнего зла, наоборот, делает всякие радости, добро, да. Так что вот так вот, здесь поэтому именно об этом Павел писал, именно об этом, а о пище, здесь не описано о мясе, здесь написано о пище, причем, как я вам говорил, очень часто писание там, правда, с переводами, в общем-то, мы сейчас на этом и закончим. Мы видим, пока в этом месте вообще слово все время о пище, да. И идоложертвенным всегда было все, и кто вам сказал, что это только вот… Я не зря, видите, сначала я эти картинки тоже не бессмысла ставлю, сначала эта картинка там Адама и Евы, жертву животного, убивающего, а потом Каина с Авеля, которым один приносил там плоды растительного мира, а другой – животное, да, негодяй. Вот, и это оттуда пошло и действительно до сих пор. Мы знаем, что во всем ветхом заветном культе в иудейском точно так же в жертву в храм несли, и животных в жертву, конечно, приносили, ну и в том числе все там было, и зерновые, и овощи, все это несли тоже как в помощи священникам, и все это сжигалось, там эти зерна пшеницы, точно так же. Вот, там часть освещалась, часть оттавалась, и это все, естественно, у язычников все было зеркально. Иудейский культ от язычества ничем не отличается, он абсолютно одинаковый. Ну вот и все. Поэтому мы все это прекрасно знаем, и язычники точно так же на священие, точно так же, посмотрите на православных тупоголовых, вот чем они занимаются в своих капищах, вот тем же самым занимались все всегда. Православные такие же язычники, они вообще не христиане. Христианство лежало где-то там далеко еще 2000 лет назад, они его так и не пощупали, и не понюхали. Это обычные язычники. Именно поэтому они все это читают через призму своего языческого взгляда, они не способны здесь разглядеть истины. Как я говорю, у них не только там покрывало, да, Моисеева на глазах лежит, там уж что-то только не накидали, и покрывало, и ново-православное, да, там не только Моисеева, там уже столько покрывалами закидали. Патриотизмом всей этой блевотиной, там уже не отодрать, и все это так прилипло, что там надо уже только лицо с кожей отдирать, чтобы они истину узрели, там все, там просто капут. Вот так, вот это очень важно понимать, поэтому прежде всего Павел вообще говорит о том, что да, мы видим, что в этой церкви коринфской, да, кто-то ел, кто-то не ел, кто-то говорил, ну а я и Христу тут служу, кушаю булочку, и там, на самом деле у Павла будет еще одно место, я его не стал включать в этот цикл, это вот Инна, где он уже будет прямо говорить там как раз о причастии, и там он уже будет, ну вот именно там вообще иносказательно, уже, так скажем, речь будет обратно повернута, что он говоря, ну в принципе вот о том, о чем я сейчас говорю, он и будет говорить, что вот вы, говорит, из причастия сделали как вот культ, да, идоложертвенное, то же самое, и разве, говорит, можно там идолам служить, то есть они в это капище ходят, а там капище что исповедует, там это языческий культ, допустим, какого бога, бога там войны, да, он говорит, как вы можете туда ходить, делать не в еде было, и не в том, что он там просто ходит, да, если бы он туда ходил проповедовать там людям, да, вот, можно было бы всюду зайти, а так как он действительно в это все, он и вроде Христу поклоняется, да, вроде в христианскую там ходит общинку, и тут же и ходит там всем богам поклоняется, которые своих детей пожирали по мифам, по тем же самым и так далее, да, вот, поэтому делать, конечно, не в самой пище, и здесь, Павел, все, что мы с вами почитали, я уже тут дословно все это не разбираю своими словами, как выйти говорю, хотя мы с вами только что все прочитали, он говорит, что сам идол, так скажем, он, конечно, бессильный, не что, это только вера человека в это, там, во всемогущие, что надо ему это принести, а то он бедный разгневается, тебя там накажет, он говорит, те, кто все это понимает, все это бредятину, им, конечно, все равно, более того, идоложертвенные вещи в то время специально продавались, так скажем, на рынке, то же самое, как и сейчас, я говорю, в православной секте, вот там, именно в храме продается все освященное, да, и вот ты только там должен все это купить, и иконку там, или еще что-то, и по поводу еды все то же самое, и кулич ты можешь только там, да, сделать, точно так же продают и еду, и Пасхи все эти, да, якобы освященные, кто-то не успел же, тем более в современном мире, сейчас в городской суете, не в каждом там доме, якобы, кто там, православие исповедует, жена там, тем более сейчас все работают, мужчины и женщины, там может что-то приготовить, все это точно так же продается, покупается, освящается уже, да, вот, и здесь то же самое, и на рынке были места, где человек, в принципе, не мог, он сам, может, не делал, не носил, но он мог купить это идоложертвенное, ну, так скажем, деньги шли, якобы, там, вот, на этот культ, на храм, вот, он вот покупал, чуть ли не на рынках, более того, насколько, ну, я все это изучал, просто, и это можно верить, может, и нет, что, в принципе, точно так же, как и Поп, там, в капище ходит все это веником, брызгает, точно так же делались на рынках, то есть люди, которые хотели, верили, и в какой-то деревне определенный культ был, был там свой жрец, да, и он этим занимался, он ходил, там, освещал всю пись, чтобы нехорошо торговля шла, чтобы продукция не портилась, и вот он ходил во имя Бога, там, ихнего, это, они же пошли к язычникам проповедовать, Павел-то кому все это пишет, да, и что действительно все это на торгу, не зря там речь о торге идет, ну, на базаре здесь же Павел прямо говорит, да, что все, что там на базаре продается, потому что там все это тоже, так скажем, освещалось, посвящалось, как хотите, да, вот, и кто-то соблазнялся этим, вот, с одной стороны, человек дорастал до того, что нельзя, действительно, поклоняться Богу и Мамоне, там, одним богам и другому, в христианство, может, вникал в то, что ему апостолы передавали, которые понесли учение Иисуса Христа, да, но в то же время был еще нас, он бы и хорошую, вроде, как мысль уяснил, но и в нем еще сидело, что, а, и другой тогда это покупает, получается, он там служит этому, а Павел говорит, что, в принципе, если ты понимаешь, да, ты можешь делать этого, но, если он говорит, ты делаешь это, понимая, а другой вот такой вот не понимает, то лучше не делай этого, сам из-то один, да, может, в чужом городе никто не знает, вот, но, говорит, если ты знаешь, что другой немощный и считает, что вообще нельзя к этому приближаться, тебе-то все равно, ты там пошел огурцов купил, пусть освященных во имя, там, Бога Ваала, тебе до лампочки, ты понимаешь, что это просто огурцы, то, что он там на них якобы какой-то святой водой, там, с утра жрец прошел, побрызгал, тебе до лампочки, ты покупка этих огурцов, да, якобы обрызганных святой водой Бога Ваала, тебе вообще до фонаря, ты все прекрасно понимаешь, что это все, нет никаких все эти идолы в мире, это все бред нечеловеческие, да, от этого ни огурец, ни святее, ни грешнее не стал, да, все это просто вера тупая, вера бессмысленная, глупая, вера людей во все эти вещи, вот и все. Так Павел что пишет? Ну, если кто-то соблазняется, я этого не делаю, давайте мы дальше почитаем, и я уже закончу. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должен знать, но кто любит Бога, там, а, это я повторяюсь, простите, и мы продолжаем. Пища не приближает нас к Богу, да, ибо едим ли мы что, ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем, то есть он пытается объяснить таким людям, что действительно вера в это, в само по себе, это глупость, да, выдало жертвенное дело, и когда, я имею в виду, что, знаете, вот вырывают эти убийцы, труппажоры, христиане, вот таким, как я, веганам, христианам, тыкают, да, чтобы пищи не приближать нас к Богу. Слушайте, ну, если здесь не добавил Павел, вы же вырвали этот восьмой стих из контекста, первый-тринадцатый стих. Ну, хорошо, здесь еще надо было раз слово, Павел, может, так и не говорил, вы знаете, я тоже не ко всем своим словам целые предложения прибавляю, когда говорю об истине, я не каждый раз говорю, что есть истина. Хорошо, я действительно могу и сказать хоть раз в ролике, но могу вообще не сказать, смотря чему ролик посвящен, да, у меня бывают ролики исторические, еще какие-то короткие, или все-таки длинные, да, здесь-то слово какое, вот мы же с вами контекст читаем, вот сейчас прямо слушаете те речи, которые я веду, а веду их на основании писания невырванных кусков. Ну, на экране вы видите, это я тут писал магическое, это когда я просто ролик как раз о причастии записывал, вот, это я для себя такие вещи, ну, в смысле вот это, потому что должертная любая пища считается тоже сакральной, якобы, вот, принимая ее, всегда было, да, у тебя все будет хорошо, прям как по-цыганскому, да, здоровье дорогой будет и все подобное, да, там то же самое все проповедуют, ну, как и в православной католической секте, все то же самое, да, будешь причащаться каждое воскресенье, поправишься там, все ту же самую чепуху несет, несут там, да, и здесь-то речь, тут-то слово надо добавить, идоложертвенная пища не приближает нас к Богу, ибо едим мы идоложертвенное что-то, ничего не предаем, не едим мы идоложертвенное, ничего не теряем, читать-то надо именно так, поэтому, знаете, тупо тыкать вегану-христианина, особенно такого, как я, который знает писание дословно близко к тексту или как угодно вам удобно выражение, ну, это, конечно, самому себе обратное, знаете, как я говорю, кидать камни в стену, они все равно вам в лоб обратно отлетят, берегись, однако же, чтобы эта свобода ваша, ну, я вам уже что-то, видимо, вперед рассказал, сейчас мы просто зачитываем то, о чем я говорил, однако берегись, чтобы эта свобода ваша, вот ты-то все понимаешь, не послужила соблазном для немощных, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то есть мы видим, да, прямой текст, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, и его есть идоложертвенный, который в это верит, ты-то понял все, ты-то можешь мало ли по какой причине присесть, присел, поел, может, там стал о Христе проповедовать, а он подумал, слушай, он ест, он, наверное, в этого Бога верит, тогда и я должен, я же тоже хочу, и в этом капище что-нибудь поесть, мне же это сил прибавит там или еще что-то, здесь вот Павел об этом пишет, и от знания твоего, твоего ты знаешь, да, и ты там присел, а он не знает, погибнет немощный брат, потому что он-то уверует в это, он будет служить и Богу, и мамонии, за которым умер Христос, а согрешая таким образом против братьев, и узвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа, и потому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Во-первых, что хочу сказать, вот опять, я уже не раз это показывал в Писании, неважно, есть это даже в так называемых каких-нибудь греческих подстрочниках, в каких-то писаниях, рукописях, якобы когда-то там найденных в Кумране, или там на берегу Мертвого моря, там в пещере, да, так называемые свитки Мертвого моря, или кумранские древние свитки, все эти свитки 4 века почему-то только, да, у нас нет ни одной какой-то там записи якобы первых апостолов, сам Иисус ничего не писал, ничего никем своим не позволял не стенографировать, первые Евангелия якобы они там написали через сколько-то лет, есть цифры, я их не называю, потому что все это, все это спорно, недоказуемо, все это уже давно преданием, обросшая вот такой вот бородой и седыми волосами, нет никаких исторических всех этих документов, фраз, что это было, как я вам всегда показывал, любое слово подменить элементарно, мы прекрасно знаем, что когда хоть еще какое-то христианство было до 3 века, до 4 века, в 4 веке уже, конечно, не в один день происходит, это просто как апогей, да, когда христианство стало министерством просвещения, назовем так, в Византийской империи официально, то тогда его окончательно и не стало, вот, стало абсолютно официально, да, религиозной веткой государства, которое просто превратилось в палку и пряник очередную для императора, чтобы держать, как говорят, религии опиум для народа, Ленин, да, или действительно религии, чтобы управлять народами во всю жизнь, потому что язычники очень любят людям тыкать, верующим, вот, но часть это и так религия, которая скрещена с государством, это действительно, чтобы управлять тупыми людьми, да, тупым народом, это правда, вот, но свободная вера, она не такая, вот, это очень важно, и любое слово, вот, какое стоит, вот, заметьте, сколько мы раз, вот они у вас даже на экране, слова, если мы с вами предыдущий текст, я вот повыше подниму, мы почему-то за все это чтение вот этого вот места, вот, оно, в общем-то, на этом и заканчивается эпизодически, хотя, говорит, большое тоже послание апостола Павла, причем одно из двух, да, каждая из них по объему, как Евангелие, вот, но это действительно тот контекст, пожалуйста, можете до-вперед почитать, можете дальше почитать его открыт, первое послание к Коринфянам, восьмая глава, вот, но вы увидите, что я не вырвала, это абсолютно законченный эпизод, причем, кто знает, изучал библистику, то же самое послание апостола к Коринфянам, библистику, утверждает, что их было четыре, просто кто-то их слепил в два, причем слепил тоже с большими косяками, не зря там тема на тему как-то прыгает реально, вот, хотя слеплено, в принципе, мне лично нравится, если кто-то это реально слепил, ну, более-менее нормально, вот, но действительно там видно, сколько там тем поднят, они очень резко и порой переходят с темы на тему, вот, то есть, это очень важно понимать, то есть, все это, два его послания не посвящены доложертвенным пищам, это очень важно понимать, да, и очень часто там только одно потом опять возвращается к той же самой теме, вот, но это кто хочет, уже обратитесь на мой канал Христа Людвига, Христа Людвига, чтение библии и их писаний, и последовательно со мной прочитайте с моим чтением и комментариями, все, весь Новый Завет, а можете и Ветхий, там все это есть. Так вот, здесь мы с вами видим, что все время говорится о пище, здесь даже о мясе речь не идет, это раз, и слово мясо здесь спокойненько заменяется на что? На пищу, говорил ли Павел на самом деле о мясе, и вообще употреблял это слово, или до нас дошло уже, непонятно, на каких бумажках, потому что я говорю, неизвестно, кто это вообще писал, вы знаете, это может быть вообще никакой не Павел, кто это все знает, ну кто, кто может доказать, что это Павел, это все на веру человека остается, одному ли все эти послания человеку приписаны, являются или нет, кто знает в древности, это сейчас у нас, знаете, очень любят с авторскими правами нас, мое, мое, а в древности было совершенно не так, многие, ну это и сейчас, конечно, есть такое, но когда у тебя есть смысл ложь подать под соусом истины, в древности часто писали что-то, и наоборот подписывались не своим именем, а каким именем, ну соответственно, там, написал, что ты пишешь, апостол Павел, это реально так, всегда так делалось, кто-то это делал из добрых побуждений, потому что он-то сам никто и звать его никак, ну хотя, конечно, злыми делами добро не творится, вот, но люди якобы, ну так считал человек, да, что я вот подпишусь, я хочу добро до людей донести, ну и как бы вот пусть это будет так, ну а кто-то прям из злых, да, чтобы яду вплеснуть, вот пишет что-то и подписывается вот таким именем, то есть это раз надо понимать, кто все это вообще написал, мы с вами живем в 21 веке, две тысячи лет прошло со времен явления Бога любви на землю, да, для свидетельства истины, чтобы дать нам образец святой, праведной жизни, вот кто это все писал, кто это переписывал, переводил на разные языки и перетолковал, потому что любой даже перевод это уже толкование, переписка это уже, потому что меняются времена, меняются слова, речи одного и того же языка, вы русский, если возьмите, почитайте хотя бы в оригинале тексты там 17 века, вы язык сломаете, а почитайте 15, а почитайте слово о полку Игореве, тоже так же в оригинале, вы читать не сможете, это по сути такой же еврейский язык, без гласных, все сплошняком, без пробелов, вы никогда в жизни ничего не прочтете и не поймете, это очень важно понимать, язык меняется, даже один и тот же, вот, и вот смотрите, я вам слегка прочитаю без слова мясо, потому что, и потому если пища соблазняет брата моего, не буду ее, достаточно просто вместо мяса, или еще раз слово пища подставить, или ее, которое уже сколько раз звучало, раз, два, три, четыре, пять, ну шесть раз как минимум, да, слово пищи употреблялось, почему здесь опять вдруг мясо появилось, и потому если пища вот эта, идоложертвенная, причем надо опять добавить, мы как вы с вами видим, абсолютно контекст идет об идоложертвенной пище, пища идоложертвенная, соблазняет брата моего, не буду есть ее вовек, чтобы не соблазнить брата моего, на что соблазнить, на что он уверует в этого бога, в это капище найдут, будет ходить, о чем в этом капище их будет говорить, а можно убить на войне, хотя Иисус это запрещал, а можно выдрать око за то, что тебе выдрали око, об этом речь идет-то, это очень важно понимать, об этом я всегда говорю, всегда это вам показываю, то есть как мы видим, что естественно это не подходит, еще раз вам напомню, что в послании к римлянам, когда мы с вами в предыдущем видео читали, я просто напомню, что смысл и там был точно такой же, ради пищи, не разрушай дело Божьего, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн, говорю, когда вырывает вот это все чисто, ну и человек чист, тоже был создан сначала, я говорю, а что бы его в капище, человеческие жертвоприношения были всегда, и у язычников, и даже у евреев, евреи даже детей приносили собственных жертв, докатывались они при Яхве, при избранности своего якобы Богом, докатывались уже после избранности, после закона Моисеева, докатывались, человеческие жертвоприношения, собственных детей сжигали во славу там, всех этих демонов, кто со мной Ветхий Зайд читал, кто вообще читал Библию, тот знает, что все это правда, вот, поэтому здесь-то речь о чем, все чистое, что чисто, да, потому что евреи додумывались делить там пищу на чистую, не чистую, вот, но худый человек, который ест на соблазне, лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат его притыкается, или соблазняется, или изнемогает, здесь я повторюсь о том, о чем я говорил в предыдущем ролике, здесь еще раз, эту мысль уже вначале начинал, то есть, во-первых, прежде всего тогда, если даже вам, ну, я говорю, сейчас я уже к веганам, христианам говорю, ну, и в противоположную сторону христианам-труппажорам, веганам-христианам, как обрадовать, теперь возликовать, что, как мы видим, даже этот кусок опять, труппажор-христианин, никак не может плюнуть в лицо вегану-христианину этим местом, потому что здесь Павел говорит, не к вегану-христианину, а к труппажору-христианину, что если вы даже веганов-христиан, почитайте такими немощными, такими вот, ну, слабачками в вере, да, вот они считают, что, да, животных там можно, считают, что нельзя убивать, ну, это же неправда, да. Ну, ладно, так это к тебе как раз хочется сказать, трупожор-то христианин, к тебе, если мы такие слабенькие, вот мы такие, да, дурачки считаем, что вот нельзя животных убивать, исполняя первую заповедь в раю данную и живя райской жизнью, уже здесь на земле, которую трупожоры и в ад для животных и для людей превратили, да, и мы этот рай внутри сердца своего воскресили, вернули этот потерянный рай, ну, уж если вы нас все равно по своей недалекости такими дурачками считаете, ну, так это вы должны прекратить есть мясо, чтобы не соблазнять брата своего. Вы, потому что за вас, потому что у вегана-христианина в голове любовь, ибо Бог есть любовь. И как Иоанн Богослов писал, что мы любовь Божью, что он есть любовь, познали в его поступке, когда он за нас положил душу свою, чтобы показать, что он любовь, когда его убивали и резали, как овцу, да, он ни слова не говорил и благословлял своих врагов. Так как же мы, как Иоанн Богослов говорит, познав эту любовь в его поступке, уверовали в нее, а какая же вот в этом любовь-то во всем? Какая вот в этом любовь в убийстве-то? В животных, в беззащитном, слабом перед человеком, в том животном, в которое Бог вверил человеку в попечение, в заботу, в любовь, в господство. А господство есть любовь, ибо Господь наш есть родитель, а он есть любовь. Значит, мы должны были господствовать как? Любить, заботиться, а не резать им глотки, где прямо было сказано о пище, какая дана в человеку, что животное, у которого есть душа живая, у которого есть нервная система, органы, ощущение боли и радости, глаза, уши, язык, нервная система, которая все это до души передает, и душой он чувствует все эти страдания или радости через боль или наслаждение. Как вы вегану будете объяснять христианину, чтобы он, да, стал убивать все это? Ну, каким образом? Причем веганство – это не только еде. Эти люди перестают убивать, эксплуатировать животных по любой причине. Из-за одежды, там, этой кожи, меха и так далее. Из-за экспериментов над ними, медицинских или еще каких-либо там, научных, да. Из-за их издевательств просто так ради похоти очей человеческих, цирки, зоопарки, все эти болеводские. Из-за всех этих спортов, так называемых, с животными, да. И сами там ездят на этих лошадях, их там запрягают в эти упряжки, чтобы они гонялись и так далее, и так далее, и так далее. Веганство – это о любви к животным. Как вы будете христианину, вегану, да, утверждать, что вот он должен от своего веганства, его дьявольски называют, додумываются поганым своим языком, да, трупожоры, христиане так называемые. Как вы будете убеждать? Да он только соблазнится и отвалится вообще от Христа. Вот и все. Он соблазнится и отвалится, потому что любой нормальный человек понимает, что вот это, вот, это зло. Как вы будете? У него есть, он все, у него сердце открыто Богу, да. Он понял, что Бог есть любовь. Любовь, она если любит, она любит все, да. Любовь по разным делах проявляется. Но любовь не делает ближнему зла, сколько может, делает добра. Вот он закон жизни. Что животное испытывает все те же самые чувства, что животное-коровка точно так же целует своего теленка, как человек, мать-женщина целует своего ребенка. Она любой веган своими глазами видит, как она любит, как заботится, как охраняет, как переживает, да, мычит, кричит. Когда забирают теленку у коровы, да, она неделями воет, пока у нее горло не охрипает, она не замолкает, она на самом деле просто теряет голос. Разве это любой нормальный человек не видит? Ну, нормальный видит, да. Ненормальный не видит. Веган – это нормальный человек, который это видит. Ну, вот и все. Так это кому фраза-то? Это козырь, наоборот, в руках вегана-христианина. Ты трупажер-христианин? Ну, тогда ты, во-первых, свой рот поганый закройся, ты вообще додумываешься пальцем в небо тыкать и кричать, что тут глаголишь истину. И веганов еще уничижаешь, да, поносишь там, высмеиваешь. Да вы просто Христа хулите, вот и все. Истину хулите, потому что истинно есть любовь. Веганы любят животных. Этичные веганы, потому и веганы, потому что проповедуют любовь к животным. Вы что проповедуете? Смерть, страдания и слезы, и кровь. Ну, какой? Вы соблазняете. Грех на вас. Вот и все. Это раз. Но, во-вторых, как всегда, я в конце, конечно же, не могу об этом не сказать. То же самое, что я говорил в том ролике про Павла. И в этом. И вообще о веганстве засвидетельствовать христианину-труппажору, что если вы не веган, вы никакой не христианин. Да. Вот именно. Пища нас не приближает. Я как раз воспользуюсь словами теперь апостола Павла. Я не знаю наверняка. Достиг Павел познания истины. Как его там слова? Кто этот Павел? Вот это все он. Что это за Павел? Во всех этих посланиях один и тот же Павел? Мне сейчас уже до лампочки. Я знаю истину, о которой вам говорю. Которую познал во Христе. Что Бог есть любовь. И которую познал ее не от бумажек. А кто знает, Бог мне явился. Причем сделает неоднократное. И я знаю, что это абсолютно любовь. И любовь с убийством вообще никак не совместима. С убийством или эксплуатацией. Что людей, что животных. Любовь не делает никакого никому зла. И сколько может, делает добра. Да, в мире, лежащем возле, я об этом всегда говорю. Не путайте, конечно же. Это не значит, что ты всем врагам туфли целуешь. Но ты их не убиваешь, не мучаешь, не эксплуатируешь. Ты говоришь правду. То же самое с близкими, порой с друзьями. Во Христе даже с веганами. Он веган-веган. Но если он там за войну решил выступать, ты его прямо обличаешь в этом. Это есть любовь к грешнику, говорение ему правды, свидетельствование об истине. Поэтому, что вы едите? Мне до лампочки, как вегану христианину. Да. Потому что действительно, тебя это пищей. И как ты в это... Да, это я лишь тебе помочь хочу, что если ты веришь, что там булочка, да, булка божники, как я называю, булочка, которая в Христа превратилась, вдруг тебя святее сделала. А она тебе не делает святее. Что действительно, может ты там, да, выдало жертвенное вообще веришь, еще в каких-то кучах богов. Это, конечно, твое дело, только к истине ты не приблизишься. Это уж точно. Потому что все это плотское, оно ничего тебе ближе не делает. И дальше тоже. Все это пустое. Вот. А кого ты ешь? Это очень важно. Поэтому пища мне до лампочки. Но кого это не пища? Я уже не стал там прокручивать, как всегда. К первой главе я вас мысленно уже вернул. Вы все прекрасно знаете, кто меня давно смотрит, кто впервые. Но кто впервые, если это христиане, вы должны знать, с чего начинается Библия, книга бытия, первая глава. Бог творит мир абсолютно любовью. Ну или в контексте сегодняшней темы, я всегда так выражаюсь, веганским. Где в пищу был дан только растительный мир. Все эти бребни про протпотоп, в этом же плейлисте, в котором это видео вы все ответы найдете, все это уже грехи человеческие. Но я так и не смог отвалиться от этого греха. Это никакая не заповедь Божья. Поэтому у кого ты ешь, это мне не без разницы. Ты будешь гореть в аду. Вот действительно хороший тоже пост, я говорю, когда-то увидел. Еда нормального человека, якобы у вас, да. Это же трупы самые настоящие. Это убитое плоть, убитое существо, плоть которого даже выглядит отвратительно. Да, еда опасного сектанта. Ну по-моему разница очевидна. Поэтому надо просто четко для себя понять. Если вы просто у животных, вопреки Божьему замыслу, вырвали душу живую, из которой он их сотворил, но вы просто бесноватые, вот и все. Вам до истины очень далеко еще. Веганство – это норма, это основа христианства. Это любовь к христианству, это любовь к урагам. Это о том, что Бог есть абсолютная, даже жертвенная любовь, готовая себя собой пожертвовать, либо человеку показать, что он никогда ему не сделает зла, и сколько можно сделать добра даже тому, который причиняет ему зло. Вот о чем христианство. А веганство, любовь к любящим, как Иисус говорил, это и грешники делают. Веганство, любовь к животным, абсолютно беззащитным перед человеком, абсолютно беспомощным, которые еще в раю были вверены ему в попечение, в заботу. Это не то, что минимум, это просто норма, да, минимальная норма, как хотите, слова тут все подходят, минимум или норма, это все говорит о том, что это вот планка, ниже – это ад. Все. Веганство – это райское состояние. Как как бы Иисусе все богословие, так называемое, псевдо-христианское само, говорит, что он пришел восстановить Адама, да как же он его восстановил-то, если он в райское состояние не смог войти. Конечно же, Иисус был сам веганом, и все его ученики, ну, кто поняли его. Удивляться, что его ученики не понимали, не надо, мне тоже растыкали. Я говорю, да вот я вам говорю, и ты не понимаешь. Со мной трупажер, христианин общается, а ему до лампочки. Иисус тоже никого не насиловал, палкой не бил, да, психику им, и мозги не ломал. Он им говорил, да, принимали они или нет. Это свободный выбор человека. Это очень важно тоже понимать. Поэтому, конечно же, вы просто согрешаете и будете гореть в аду. Потому что вся кровь пролита этих беззащитных животных. Это вообще омерзительно. Убивать животных, это сравнимо убийству беззащитных, как я говорю, всегда детей. Детей и стариков, или какого-нибудь больного человека, там, инвалида, который не может тебе даже ответить. Это настолько низко, и настолько отвратительно, что говорить с таким человеком, я вообще перестал говорить о христианстве, с человеком, который не принимает веганство. Если он не способен принять любовь. Более того, веганство прежде всего. Его есть минимальное... Вегана уже там поделили, типа, есть веганство, а есть веган-активизм. На самом деле, я не придерживаюсь, мне это не очень близко. Веган есть вегант, как христианин. Да, конечно, он не делает зла, но он сколько может, делает добра. Он не просто не делает зла. Не делать зла – это пустота. Тебя просто нету. Ну да, ты ничего не делаешь. Ну ты и хорошего ничего не делаешь. Ты ноль просто, черная дыра. Ну есть тебе или нет, кто о тебе вспомнит. Здесь с веганством то же самое. Для меня веганство – это и активизм, однозначно. Ну да, просто он начинается, так скажем, первые шаги, понятно. Ты сам еще грешник, потом этот синдром грешника еще некоторое время будет одолевать. Но прежде всего не делай зла. Тебя никто не на абразуру пока в первый день не призывает, чтобы побежал на скотобойне под самосваб, под эти трейлеры ложиться, спасать их от кого-то, помогать деньгами, веганскому движению или еще что-то такое. Да тебе сегодня пока ничего не требуется, хотя бы в этом участвовать перестань в беззаконе. А для этого никаких усилий не надо. Ты только из греха, из болота, дерьма твоего ада выкарабкиваешься. Это надо тебе. Ты еще пока доброго. Тебя еще ни одно животное в уста не поцелует, когда ты захочешь в небесное царство явиться. Ты никого не спал, ты никому доброго ничего не сделал. Ты лишь зло перестал делать. Это нужно тебе, никому-то, ни вегану-христолюбцу, ни Богу. Тебе надо. Ты будешь сам в аду гореть. Став веганом, отказавшись от убийства, эксплуатации живых животных, беззащитных, перед человеком животных, ты еще ничего доброго не сделал. Ты только вернулся в райское состояние. В первозданного человека, который вот в раю создан, все вокруг прекрасно, и ты стоишь на пороге первого выбора, добра или зла. Вот и все. А что ты дальше будешь делать, это уже, конечно, именно дальше твоя любовь, жертвенная любовь, богоподобная любовь, проявится, когда ты начнешь топить за веганство, топить за эту любовь, страдать за эту любовь, понесешь крест этой любви, жертвенной. Да, потому что тебя будет поносить, тебя будет уничижать, смеяться над тобой. Да. Но тебе будет, станет на все до лампочки, потому что ты будешь проповедовать за истину, за любовь. Вот и все. Так что вот так вот, такие вот мои речи. На это у меня все. Все. Go vegan. Это очень важно. И не забывайте, обязательно ставьте лайки и делитесь этими роликами, чтобы люди знали правду. Не будьте трусами. От того, что вы ничего, я говорю, в жизни никакого зла не делаете. Просто пустое место. Вот реально пустое место. А любовь – это полнота. Любовь – это существительное глаголы и любить – это дела. Выкиньте из головы и свои протестанты все эти бредни по поводу того, что там не делами, делами спасаются. Дело не в этом. Любовь – это активная энергия. Она проявляется в делах. Если вы никакие дела добрые не делаете, вас нет никакой любви. Вот и все. Это очень важно понимать. Человек, который горит, посмотрите, его прет просто. Его распирает именно эта любовь. Он не может видеть, где творится хоть зла. Его прет везде, спасти всех, покрыть, обнять, закрыть. Он молчать никогда не будет. Его уста открывается от того, что сердце его, больше его тела, вот этой оболочки. Оно просто разрывается. Да, он хочет всем помочь. Это очень важно. Поэтому распространяйте информацию в своих социальных сетях. Топите за все, за истину в полноте, за любовь ко всему Божьему творению, за свободу, за вечную жизнь. Говорите об этом людям. Кто кроме вас? Я вот смотрю на все мое окружение. Засели по норам, как серые мыши. Ничего не делать. Ничего не надо. Зачем вам жизнь дана? Она дана именно для этого, достигнуть совершенства. Все. Опустили. Мой, мой Бог чрева, все мои мысли о земном. Вся жизнь. Работа, дом, кровать, постель, работа. Ну, послушал кого-то там. Ну, Ну, вроде зла какого-то не делал. И вся жизнь к этому свелась. Да, мышиная жизнь. Зато все мечтаем о небесных кренделях рядом со Христом. Нет. Туда попадают только те, кто становятся ему подобными по жизни. Это очень важно. Хотите, пожалуйста? Нет? Ну, потом не пеняйте. И как Иисус сказал, потом будете локти кусать. И это будет ваша целиком заслуга. Вы даже Богу предъявить ничего не сможете, потому что вы будете все это чувствовать на себе. Вы будете теми, кто вы есть на самом деле. Вам некому будет предъявить претензии. Как Иисус сказал, каждый получит по делам своим. До встречи в следующих роликах. У нас с вами Тимофея, где там особо упор тоже. Людиозники любят там это выдирать. Якобы с благодарением можно теперь все. С благодарением Богу можно все беззаконие творить. И с молитвой. Главное помолиться и перерезать кому-нибудь глотку. И все будет хорошо. И прямо в рай, прямо в рай только ножки задирай. На самом деле, как Иисус говорил, вы обманетесь. И дорожка ваша приведет вас на дно ада. Иисус говорил, Субтитры создавал DimaTorzok